По традиции, крымшамхалские чтения проводятся ежегодно в день рождения известного просветителя. Но в этом году из-за уроза и времени их проведения решили сократить и провести только наградную часть чтений. Согласно экспертному заключению, оно прошло по пяти номинациям – «Искусство», «Литература», «Наука», «Экономика» и «Общественная деятельность». В номинации «Наука» за успешное завершение цикла исследований по карачаево-балкарской истории и этнографии медаль присудили историку-языковеду и писателю Назиру Будаеву. В этой же номинации за вклад в популяризацию карачаево-балкарской лексикологии награду удостоена доктор филологических наук Фатимат Эркенова. В номинации «Литература» награда досталась Шахризе Богатыревой за существенный вклад в становление Карачаево-балкарской школы литературного перевода с карачаевского, испанского и шведского языков. Я стараюсь, чтобы я карачаевка была... Чтобы благодаря мне карачаевке мой народ был известен во всем мире. Поэтому мои книги идут по миру. Они в разных странах. Мне приятно, что, собственно, таким образом я смогу своему народу великодушному, благородному своему народу, который умеет всегда принять гостей, умеет быть широким, умеет быть гордым и достойным. И я хочу быть достойным своего народа. Также в номинации «Литература» удостоена медали «Деятель культуры, театровед, член Союза журналистов России Асиат Саракуева из Кабардино-Балкарии за успешное освещение темы роли творческой личности Рамазана Геляева. В номинации «Общественная деятельность» награда удостоена Тамара Капушева. Более пяти лет она занимается благотворительностью, а в 2020 году открыла реабилитационный центр для детей СОВЗ, где более тысячи ребят получают качественные и доступные услуги. Именно эти дети-инвалиды получили облегчение, они получили реальный результат и вклад в свое здоровье. Вот это для нас был самый большой результат и показатель. Очень приятно, что нас сегодня заметили. Да, действительно, это было неожиданно и очень отрадно. И я надеюсь, что молодежь, увидев это, будет подтягиваться. И сегодня заниматься благотворительностью – это не просто полезно, это еще и очень, как сказать, большой вклад в здоровье детей нашего общества. В номинации «Экономика» награды удостоена Ассоциация поддержки и развития карачаевской породы лошадей «Карачаев Хорс». Медаль вручили председателю Ассоциации Рамазану Тамбиеву. Много достойных вещей у нашего народа. И одна из них – это наша карачаевская порода лошадей, которой мы занимаемся уже в течение профессионально. С 2020 года до этого еще несколько лет мы были просто инициативные группы. Сегодня по воле Всевышнего мы единственная организация в России, которая занимается на профессиональном уровне и является селекционным центром по породе, именно по карачаевской породе, лицензией в 5 лет. И желаю вам в течение этих 5 лет мы еще намерены выпускать несколько томов, продвигать нашу породу не только в России, но и за рубежом. В номинации «Искусство» стала лауреатом медали деятель культуры, журналист-театровед, член Союза журналистов России Рипа Сабанчева из Кабардино-Балкарии. В номинации «Искусство» награда досталась художественному руководителю Карчайского театра Мон Эльбурс Корчем Мамчуеву, который ведет преподавательскую деятельность в Школе театрального искусства для глухих. Тот самый редкий случай, когда нуждающийся оказывает помощь нуждающимся. Театр сам по себе, я всегда говорю, я когда выступал, говорил, что это социально нуждающийся субъект нашей культурной жизни. У него настолько впечатлила пьеса Карча, где роль Карчи, что он изменил свое имя, принял паспортом именно это имя. У него было другое имя. Поэтому человек творческий и от глубины творческой натуры зависит и масштаб его шагов, и глобальность его достижения. Напомним, что Ислам Крымшамхалов – карачаевский поэт, художник, энтузиаст народного просвещения, и он сделал невероятно много для развития литературной мысли и культуры Кавказа. Асиат Мамаева, Назир Капшев, Карина Гирюгова, Архив 24.